Найти себе творческое занятие по душе или просто провести время с пользой. Для этих целей во всех уголках области открыты центры активного долголетия для граждан пенсионного возраста. Напомним, первое подобное социальное заведение появилось еще в 2015 году в областной столице. За четыре года клубы активного долголетия открылись практически в каждом поселении региона. Один из таких посетил губернатор Сергей Морозов во время рабочего визита в Старокулаткинский район. Главе региона провели экскурсии по творческим площадкам. Она уже делает на продажу. Дома делает. Сама, сама. Да, у нас есть розы. Сегодня в Старокулаткинском районе проживает около пяти тысяч человек старшего поколения. У трех тысяч есть возможность провести досуг в центре активного долголетия. Танцуем, вяжем. Что еще? Поем. Концертами ездим в другие деревни. На встрече с главой региона не остались без внимания и семьи с детьми. Будущие первоклассники получили необходимые канцелярские принадлежности в рамках благодоворительной акции «Помоги собраться в школу». Регине Алиевой. Ильину Санжапову. Ильизу Санжапову. Уже после этого на встрече с активом села обсудили наиболее волнующие жителей проблемы. Среди них работа местного ФАПа, транспорт, водоснабжение и газификация. Многие из них глава региона взял на личный контроль, а соответствующие поручения получили профильные чиновники. Активность устранения проблем Сергей Морозов проверит в начале зимы. На это время намечен повторный визит губернатора.